Добрый день, друзья! С вами Саммис. Вот решил записать видео и поводом для этого послужил поступок моего напарника. Вообще, я этот бой, вот это видео посвящаю ему. Его зовут Лёша из из клана противофаза никнейм Громозека. Вот запомните, вот этот никнейм Громозека, да, вот красавчик, парень красавчик, блин, вообще герой, можно сказать, да, таких напарников побольше бы. Примечательность этого боя в том, что этот человек обладает двумя очень важными, ценными характеристиками, да, как игрок, по ходу дела и по жизни так, это упорство и надежность. Вот два на два, когда играешь, очень многое зависит от напарника, да, как он играет, да, какую тактику избирает, да, что он вообще себе представляет, каким качем, да, допустим, да, каким скиллом, да, все это, как бы, очень влияет на победу. Да, давайте сейчас отвлечемся на сбор, в принципе, он со своей половины забирает хорошо и с моей половины тоже забирает пару ящиков, в принципе, у него стартовые ресурсы нормально. Вот в чем отражается его вот эти упорства и надежность, да, упорство, вы видите, что, не забирая на то, что я здесь не запустился, вот мой штаб, кроме штаба у меня ничего нету и ничем помочь не могу, в принципе, и он видит это. Несмотря на это, он продолжает развиваться по схеме, да, строит там центр снабжения, электротрансы, развивается, переходит в третий штаб, допустим, да, он не делает контракта, не сдается, не разрушает или там ничто не другого, он продолжает, грубо, продолжает делать свое дело, что он должен, он надеется, что я восстановлюсь. Он, как бы, в этом отражается его упорство. А надежность отражается в том, что он до 23 минут защищает ему штаб. Он, я у меня спрашиваю, ну, блин, красавчик, как ты, ты, это, еба, грубо, 23 минут продержаться против двух Ягахаммеров, это вообще супер, грубо, 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 я надеялся, он надеялся целых 20 минут, что я включусь в бой. Ну, ему, как бы, здесь, ну, порой напарники такие попадаются, что, там, вдруг, там, что-то не так делаешь, допустим, какие-то финины, допустим, да, что-то какое-то здание, там, побольше построил элитное, что-то там, юнит, не те производные, и все, они задаются, и, там, начинают переходить в контракт, и, да, не, не, не советуются с тобой, там, не считаются, не знают, они сами все решают, и сдаются, там, и все. А ты, у тебя настрой другой, ты хочешь дать бой, ты хочешь сражаться, да, не хочешь так просто сдаваться, да, а твой напарник все, сдулся. Ну, не удается, конечно, тащить, как вот мой напарник, да, столько продерживаться, да, не всегда не удается. Ну, блин, обидно, тогда конкретно бомбит, то, что, блин, что за, что за трус такая, блин, что, блин, задался бы. А тут, ему по барабану, тут, кроме штаба, у меня ничего нету, но он все-таки продолжает бой, он намерен сражаться, и он очень стойкий в этом направлении сейчас. Давайте ускоримся, перейдем сразу в битве. Так, вот, четвертая минута боя, но он перешел, получается, ну, вот, айфуной, на всякий пожарный случай, вдруг у них будет авиация, пока разведки нету, переходит в Торы. Ну, там, получается, он будет играть Торами. Вот разведка у нас, наши оппоненты, что у них есть. Вот, так, получается, оба, оба выходят в Ягахам. Ну, как вам, я вам скажу, что один Ягахам, это уже большая проблема. Отбить один Ягахам, ну, как бы, неважно, там, один будет его или два будет, да, ну, от одного игрока тяжело отбить. А если этот Ягахам будет от двух игроков, это будет, это, мне кажется, нереально. Так, вот, получается, мы переходим в Торы, производим Щита, Грады и Торы. Ну, в принципе, очень грамотное решение. И карта такая, что здесь очень удобно оборваться Торами и Градами. Вот, получается, разведка раскидывается по всей карте. Именно вот это место на этой карте очень такая позиция, очень удобная, да. И вот этот пехотинец долгое время передавал разведанные с этой точки и сообщал о всех передвижениях красного игрока, сколько там, как, что, вот, вот, бой. Первая волна пошла, и большую часть Ягуаров отхватила от Градов, и здесь осталось немножко, ну, где-то 5-6 Ягуаров. Ну, еще один зал, чуть-чуть дальности не хватает, но все-таки все, уже, как бы, вот, смачное попадание. Ну, красный уже лифт, потому что большого количества своих войск. Ну, здесь зато уже из, ну, старого, второго фланга, да, в правого фланга заходит желтый игрок с шестью, с шестью хамелеонами и семью дикими. Ну, вертекс поднимается, ну, как бы, без толку, конечно, в этом, против таких количеств дик, и они, как бы, попадают сразу уже, бомбить торт. Ну, желтый, ну, надо отметить то, что, да, они разведали уже давно, да, то, что играть против одного игрока, и на расслабоне. Скорее всего, они, как бы, здесь уже на расслабоне играют, да, ну, тем не менее, тем не менее, их два, ну, вот этот желтый даже не удосюжился сделать хамелеона. Он просто, там, приехал голыми ягуарами дикими. Он просто, там, ну, видно то, что они уже недооценивают мощь этого напарника моего, и начинает по херню страдать. Получается, отряды отправляют в малом количестве, там, ну, как бы, не ждут, там, когда наберется нормальное количество ягуаров, да, и просто маленькими порциями отправляют в штурм. Ну, хотят просто затормозить его, как-то, ну, зачумарят, грубо говоря, да, раздамаживают постоянно, чтобы не дать ему разбиться нормально, да, там, там, кромсать их, ну, ну, все равно, здесь он штаб потерял, два центра снабжения потерял, там, два электростанции потерял, но еще нет, можно было уже все сдаваться, ну, нафиг играть, ну, напарник еще не появился, о чем мне, зачем тут колдить, биться, продолжать бой, да, толку нету, все равно, там, штаб потерян, нет, восстанавливается штаб, выстраивается оборона, готовится уже, как бы, к следующей, к следующей, к следующей волне, вот, Ягахан, точное попадание торами, и остатки уже убиваются градами и зевцами, все, уже, как бы, вот-вот, получается, желтый игрок, он, он, он уже, прикормился, да, через этот, фланг заезжает, тут, разрушать, все, там, наводить смуту здесь еще, ну, в принципе, ему удается, ему удается, здесь, блин, постоянно он, как приезжает, так и забирает, вот, такие ценные здания, там, допустим, да, что-то забирает, какую-то там, дамаж, он наносит, вот, здесь, вон, перперся, получается, со своими гренами, там, всякими разными хламами, да, вот здесь, получается, крайне красный заваливается, но здесь, не знаю, сколько было, ну, столько было, столько их, и нету, в принципе, ну, постоянный презинг идет, со всех, со всех направлений, да, отсюда и прессует, да, ну, и понятно, не надо, да, ну, надо загасить его, надо уничтожить, надо сломать его, не, нас просто не сломать, да, он, говорит, уже четвертый штамм восстановился, держится, держится, держится оборону и надеется, что я подключусь, здесь, получается, не знаю, по счету, какой мы, это уже хамелеон, да, но все равно он, как бы, очень, тут надо отметить, что он грамотно играет торами, вот, торы делают здесь большую часть работы, да, и многие, и ягуары, да, юниты вражеские просто падают, просто под торами, под бомбежками торами, они, как бы, уже дамаживаются, многие уже, как бы, уничтожаются, и остатки уже добиваются зевсами, градами, вот опять, опять ягахам, ну, здесь уже нормально, армия была, здесь можно было заметить, здесь еще такая колонна, прошла толпа ягуаров с несколькими хамелеонами, да, все, нету его, здесь он, в конечной точке здесь был, и там они их ехали, их похоронили, получается, все, здесь желтый игрок тоже нормально отхватывает, от тора все, у него там три хамелеона, шотные остались, больше ничего, здесь еще какая-то армия, вот он, получается, надвигается, и в это время ему еще удается совершать налеты на вражескую базу, ее разрушать, авиазавод, а, блин, извиняюсь, заводы, и все, я здесь подключаюсь, и первым делом, что делать, да, спамливаю пехоту, главная задача выставить оборону, как-то ему помочь, чем-то помочь, что-то от связи с этой стороны, там, какой-то вклад сделать, потому что, блин, он столько времени, да, целых 20 минут бился в одиночку, отражал это все, держится, да, вот стойкий такой, да, я тут пришел, посмотрел, ладно, там, слив, да, и как бы вышла игра, нет, надо как-то помочь, все, человеку сдается, я почувствовал себя, если бы сдал себя, я почувствовал себя последней собакой, да, чтобы, блин, такого надежного напарника, блин, еще оставить в одиночку, который, в принципе, столько времени держится, и сражается, и успешно против духа Яга Хаммера, все, получается, мы линию фронта уже перенесли, линию фронта у нас на нее дома, у нас, в принципе, нормальная уже, ну, там, более-менее спокойная линия фронта уже, как бы, на границе нашей, уже, как бы, нам удается отражать их не атаки, я, получается, перехожу на молотый ягод, огнеметчик и молотый, в принципе, так, моя задача просто светить, светить этот хмельон, чтобы он бил, он бил торами, гранатами, зевсами, ягварщиков, хамщиков с двух сторон, их ошибка в том, что у них нету авиации, да, они ничем не могут, там, противостоять торам, и они здесь препятствуют, там, делать налеты на базу вражескую, все, ну, несмотря на это, у них жесткий прессинг, жесткий прессинг, здесь, получается, постоянно, ну, как бы, задача в том, что не дать возможности нам нормально развиться, ну, пока не меряем мне, он, там, в принципе, уже нормально развился, у него, там, тут 12 торов уже, все, бомбят заводы, ягвары, походу, дело, закончилось у них, потому что все заводы были сбиты уже, так, что-то у них атаки нет, а, да, я здесь попросил, чтобы здесь выдвинулся сюда, чтобы защитить мои заводы, потому что они постоянно сюда здесь не дают мне нормально произвести технику, да, вот, смотрите, у них, получается, ягвары закончили, потому что заводы были, и они, как бы, пока восстанавливают заводы, и они начинают уже бронеком прессовать, вот тут куча, ну, почти, что, фулкло, и нету этого фулкло, удачное попадание торов, все, сколько ресурсов они сливают, просто, просто сливаются, вот здесь даже, ну, как бы, решили уже выступить, уже, как бы, решили пойти в атаку, я, как живой щит, вот прям живой щит, защищаю этих градов, не даю, не подпускаю их, этих анбровников к ним, да, и все, мы, как бы, уже заламываемся их в базу, красный уже сдался, вот он здесь сдался, потому что, ну, хотя у него все есть, заводы есть, даже на завод хамов стоит, центр снабжения, все в порядке, но он сдался, все, бой был выигран, за счет упорства у моего напарника, я здесь пишу, ты ебан, 20 минут один продержался, и он в ответ мне пишет, я надеялся, что ты зайдешь, блин, красавчик, вот, вот надежда, да, вот надежный напарник, который надеется, 20 минут с моим одним штабом, смотря на него, что я буду все-таки появлюсь в этом бою, спасибо за внимание, да, побольше таких напарников, я думаю, вы достойно, достойно стоим, оцените поступок этого напарника, и, в принципе, на этом все, я, наверное, запишу еще один бой с участием вот этого громозека, всем пока.